Музыка Никаких долгих прогулок. 31 декабря пассажирский транспорт в Иркутске будет работать всего до 11 часов вечера. На линии выйдут 220 машин. Также продолжат работу порядка 580 коммерческих автобусов. На следующий день после праздника, 1 января, движение общественного транспорта начнется с 8 часов утра. В период со 2 по 10 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать по расписанию выходного дня, а количество машин на маршрутах будет меньше обычного. Учитывая низкие температуры в городе, стоит внимательнее отнестись к планированию своего маршрута. О других не менее важных и актуальных событиях минувшего вторника расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. А прямо сейчас короткий анонс основных тем выпуска от наших корреспондентов. С приходом сильных морозов в Иркутской области бездомные все чаще обращаются в благотворительные фонды. При этом от холодов могут пострадать все. Как этого не допустить, Ольга Харнутова выясняла. Холода становится причиной не только обморожений. Так, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 30 пожаров. О причинах возгораний при Байкале далее. При Байкале, как и вся страна, в целом занимает третье место в мире по количеству камер уличного видеонаблюдения. Через пару минут расскажем о плюсах и минусах повсеместного контроля. А теперь о событиях дня подробнее. В Иркутской области из-за сильных холодов страдают и люди, и животные. Есть риск роста количества оборожений. Как неравнодушные люди в Иркутске помогают бездомным? И как не стать жертвой морозов? Ответы на эти вопросы сегодня искала Ольга Харнутова. Пар от горячей еды в такой сильный мороз еще более густой. Этот горячий обед приготовили для одного из бездомных. С воскресенья каждый день в благотворительный фонд «Оберег» в Иркутске на трапезу приходит от трех до пяти человек без определенного места жительства. Из-за пандемии коронавируса поесть они могут только в этой беседке. В кухню сотрудники фонда пустить посетителей не могут. Тем не менее, если человеку совсем некуда идти, то его все же могут приютить. И таких желающих в последнее время хватает. Если говорить о том, что человеку негде жить, ну, как правило, это в неделю три-четыре обращения. Мы либо помогаем бездомным, их направляем в наш филиал в городе Ангарске, ну, либо, если человек территориально не готов поехать в Ангарск, пытаемся среди наших партнеров, других общественных организаций найти человеку место для проживания. Люди к нам приходят, попадают, мы их моем, бреем, стрижем, меняем одежду, даем новую одежду. Старая, как правило, утилизируется, потому что она не подходит для фонда для проживания. Потом человека размещают в карантинное отделение, делаются флюорографии, и потом уже его переводят на постоянную койко-место. В Иркутске минус 30, хотя, по словам синоптиков, ощущается, как минус 35-36. Я же замерзла так, как будто бы на улице минус 50. Чтобы не получить обморожение, нужно придерживаться простых, я бы даже сказала, очевидных правил. Надевать теплые варежки, шапку, я без нее, потому что этого требует дресс-код. Перед выходом нужно плотно поесть, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, на морозе нельзя курить и снимать обувь, потому что ноги на холоде могут распухнуть, и они просто не влезут в ботинки. А также нужно держаться от ветра подальше. Страдают в Иркутской области из-за морозов не только бездомные, но и животные. К примеру, в Иркутске собака вместе с щенятами едва не замерзли в одном из дворов. После появления информации в соцсетях двух щенят забрали неравнодушные горожане. Но еще семеро осталось. Из-за холодов в опасности находятся автомобилисты, которые отправляются на дальние расстояния. Ведь нередко, когда из-за морозов глохнет двигатель или отказывает аккумулятор. Из пунктов обогрева в Иркутской области только придорожные кафе или магазины. Но и они стоят не на каждом километре. В таких случаях нужно вызывать экстренную службу по номеру 112. А во время ожидания стоит утеплить машину. Можно взять газеты, приклеить их на стекла. Кроме лобового. Это тоже важный момент. Лобовое стекло мы не заклеиваем, мы его накрываем чем-либо другим. То есть мы создаем дополнительный слой. Мы можем накрыть его и смузри газетами прижать. Либо накрыть какой-то плащ-палаткой. Отправляясь далеко, с собой нужно взять теплые вещи и одеяло спасателя. Это фольгированная пленка, которая уменьшает теплопотерю. Пока в Иркутске всплеска пациентов с обморожением не было в ожоговое отделение, пострадавшие от морозов обращаются по 2-3 человека в день. Хотя врачи уже предчувствуют, что в новогодние праздники их будет больше. Ольга Харнутова, Владимир Пенаев. Новости по будням. Холода становится не только причиной обморожений, но и пожаров. Так, накануне вечером на улице Воронежской в Иркутске загорелось двухэтажное административное здание с пристроем. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров. На ликвидации пожара, которому присвоили повышенный номер, были привлечены 60 человек и 20 единиц спецтехники. Всего только за минувшие сутки в Прибаякалии произошло 30 возгораний. Из них третья часть – это пожары в жилых домах. Горят не только многоквартирные строения, но и дачные домики. В связи с непростой ситуацией в Иркутской области с 28 декабря 2020 года и до 11 января 2021 года введен особый противопожарный режим. В первую очередь в ближайшие дни будут проведены профилактические мероприятия по предупреждению новых возгораний. Все подразделения пожарно-спасательных служб переведены в режим повышенной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и пожары. В предстоящие выходные и праздничные дни необходимо уделить особое внимание пожарной безопасности жилья. Не перегружать электросети, не использовать неисправные обогревательные приборы, не оставлять включенные электроприборы, уходя из дома. И самое главное – не оставлять и без присмотра несовершеннолетних детей. Во время действия особого противопожарного режима будет действовать и запрет на использование пиротехники вне специально отведенных для этого мест. Перечень, где можно будет запускать салюты и фейерверки, определяют муниципальные власти. Так, в Иркутске будет 28 площадок во всех округах города. Среди них площадь декабристов и сквер имени Кирова. Подобные территории расположены на безопасном расстоянии от зданий и сооружений. При этом даже на них необходимо соблюдать правила техники использования, указанные заводом-изготовителем на упаковке. Кроме того, на протяжении всех новогодних праздников специалисты будут проводить проверки точек продажи петард и салютов на наличие разрешительных документов и выявление контрафактной продукции. По-прежнему напряженной остается ситуация с распространением коронавируса. Вместе с началом массовой вакцинации в России вновь все чаще говорят о внедрении в стране ковид-паспортов. Планируется, что выдавать такие документы будут тем людям, которые поставили прививку. Данную инициативу уже поддержал директор Центра имени Гамалеи. Ранее министр здравоохранения рассказал, что с технической точки зрения ввести подобные паспорта в Россию будет несложно, так как информация о всех зараженных поступает в специальную базу. Пока же инфекция продолжает бушевать как в России в целом, так и в нашем регионе. Только за последние сутки в Иркутской области зафиксировали 263 новых случая заражения. Из них 65 заболевших выявили в Иркутске. 33 в Иркутском районе, 26 в Ангарске. За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 16 наших земляков. Всего от ковид-19 умерло 1312 жителей при Байкале. 86 человек погибли в автомобильных авариях в Иркутской области с начала года. И еще 764 получили различные травмы. Зачастую подобные происшествия случаются на пешеходных переходах. И практически всегда установить виновных помогают камеры уличного видеонаблюдения. Об их количестве, видах, функциях и опасностях подготовил материал Олег Федоров. Смотрим. Это кадры последних часов жизни Надежды Поляковой. Они же запечатлели похитителя девушки. Самое резонансное убийство Иркутской области 2020-го удалось раскрыть по горячим следам. В первую очередь, благодаря уличным камерам видеонаблюдения. Эти технологические гаджеты в России пользуются особым спросом. По их количеству мы третий в мире. Впереди только Китай и США. Ну а в Иркутске остается все меньше домов, где бы системы видеонаблюдения не появились. Только на сквере Кирова для безопасности общественного порядка установлено 40 камер наблюдения. Сотрудникам полиции камеры наружного наблюдения оказывают неоценимую помощь. Речь идет не только о камерах фиксации автоматических нарушений на дорогах, но и о камерах установленных в торговых центрах, подъездах домов, также системы безопасных городов. Установленное количество в Иркутске камер наблюдения – это не предел. В следующем году на въездах и выездах города Иркутска появятся дополнительные камеры, которые могут способствовать фиксированию автомобилей, которые выезжают или выезжают из города Иркутска для дальнейшего отслеживания маршрута передвижения. Камеры слежения в Иркутске чаще всего устанавливают по осени, когда взрослые начинают выходить из отпуска на работу, а дети – на учебу. Еще пять лет назад устанавливали аналоговые камеры, но сегодня на рынке появились цифровые. Они позволяют фиксировать самые мелкие детали, вроде номера автомобиля или лиц прохожих, в формате высокой четкости. Подавляющее число – почти 60% пользователей – коммерческие организации. Но и для обычных жителей есть вполне доступные и бюджетные варианты всевидящего ока. Тем более, что в будущем они будут обладать дополнительными функциями. В будущих годах камеры так и останутся IP в приоритете, потому что сейчас построение аналоговых систем, оно уже по стоимости примерно приближено к цифровым, к IP-камерам. Единственное, что появляются новые функции, например, вот ситуация с коронавирусом, появились камеры, которые позволяют измерять температуру тела на человеке, не прикасаясь к нему на расстоянии. Соответственно, если, допустим, такая камера стоит где-нибудь на охране, она тут же может отснять температуру тела человека и не пустить его, например, на работу, чтобы никто не заразился. Вместе с тем в обществе появилась и новая фобия – боязнь камер видеонаблюдения. Некоторые люди воспринимают технологии как попытку взять всех под колпак, ведь видеозаписи со скрытых камер могут показать человека в невыгодном свете. А люди внушают себе, что их без ведома также могут снять на видео, а затем этот продукт может оказаться в интернете. Поэтому одни отключают штекер камеры, а владельцы ноутбуков заклеивают глазок стикером или наклейкой. На сегодня это самый действенный способ, чтобы скрыться от всевидящего ока. Олег Федоров, Андрей Назаров, новости по будням. В поле зрения камеры наших съемочных групп попали все главные события года. Как раз о них мы продолжаем рассказывать вам в рамках проекта «Хроники-2020». В очередном выпуске Данил Седов подготовил подробный обзор октября. Смотрим. В октябре жители Иркутской области снова столкнулись с дефицитом медицинских масок в аптеках региона. Связано это было не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими сезонными заболеваниями. Кроме того, выяснилось, что средства индивидуальной защиты вообще можно подделать. Именно в октябре в Прибайкалье поступила партия некачественных масок, а общая сумма ущерба бюджету Иркутской области составила 40 миллионов рублей. Также в октябре стало известно еще об одной проблеме, которая связана с Министерством здравоохранения региона. Ситуация с лекарствами в Прибайкалье, которые врачи прописывают от коронавируса, сложилась непростая. Препаратов в аптеках просто не было, а о поступлении новых партий ничего не сообщалось. К тому же люди стали жаловаться на скорость работы лабораторий. Ведь результатов тестов на коронавирус, которые сдавали наши земляки, приходилось ждать по 10-12 дней. Сказали где-то несколько дней, со слов того, кто брал анализ. 16 числа, точно к 20 числу. 20 числа, то есть вчера мы звонили, линии все перегружены, звонков было. То есть на 150-е мне повезло. Никак нельзя назвать везением то, что происходило с пожилыми, жителями региона. У пенсионеров Иркутской области массово заблокировали электронные билеты. По этой причине людей просто-напросто выгоняли из общественного транспорта, так как они не могли заплатить. В Министерстве социального развития, опеки и попечительства проблемы объяснили сбоем в системе. Проблему решили оперативно, чего не скажешь от ЧП техногенного характера, которое случилось на границе Иркутской области и Красноярского края. Там при движении баржи в акваторию Ангары попало топливо. В это же время за пределами региона произошло немало событий. Октябрь стал важным месяцем для Александра Иванишина. Экипаж корабля «Союз МС-16», в состав которого входил и наш земляк, благополучно вернулся домой спустя 196 дней в космосе. Завершившийся полет стал третьим в карьере космонавта из Иркутска. За время экспедиции были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки. Октябрь уже давно позади, а впереди долгожданные праздники. Однако Каникулы жители области ожидают холодные. Об этом сегодня рассказали специалисты Иркутской гидрометеорологической службы. С 26 декабря на территории региона установилась морозная погода. Причина – холодный фронт, который пришел с Якутии. По прогнозам, низкая температура продержится в Прибайкалии до 7 января. Временами возможен небольшой снег и слабый ветер. Температуры ночью составят минус 31-36 градусов. Местами столбик термометра может опускаться до минус 46. В новогоднюю ночь на улицах области ожидается до 30 градусов ниже нуля. Такие же показатели, но только днем будут и всю первую неделю года. При этом такие морозы в данное время года не редкость для наших широт. Мы можем сказать, что похожие погодные условия в третьей декаде декабря складывались за последние, если десятилетия смотреть, то это был декабрь 2018 и 2010 года. Вот 2018 год даже очень похож, потому что, можно сказать, прямо в эти же числа произошло резкое понижение температуры. И морозная погода сохранялась в течение нескольких дней с переходом на январь 2019 года. Мороз на улице – это один из поводов провести свой отдых в теплой компании. Медиахолдинг НТС подготовил для своих зрителей и слушателей множество сюрпризов. Уже завтра с утра в эфире радио «Шансон» в Иркутске начнется новогодняя программа. С 7 часов утра 30 декабря к ведущим Аркадию Майляну и Екатерине Морозовой придут интересные и необычные гости. Кроме того, для слушателей подготовлены музыкальные сюрпризы от известных иркутских исполнителей. Кроме живой музыки, служители ждут конкурсы с ценными призами. А тем, кто не успеет принять участие в них завтра, они могут не расстраиваться. 31 декабря в канун самого волшебного праздника радио «Шансон» вновь проведет свой марафон. Самое главное, чего мы все хотим добиться, это то, чтобы у нас в эфире было такое, знаете, теплое новогоднее домашнее настроение, чтобы мы, как одна большая семья, радовались тому, что приближается светлый праздник родом из детства. Ну а сразу после новостей спорта расскажем несколько интересных деталей новогоднего фильма, который выйдет в эфир только на телеканале НТС. Анастасия Бурмецкая завершила 2020-й на мажорной ноте. Уроженка Иркутской области выступала на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров. В весовой категории до 76 килограммов спортсменке не было равных вдвоеборье. Суммарный результат нашей землячки составил 145 килограммов, это позволило ей завоевать золото турнира. Три золота, четыре серебра и шесть бронз. Такой результат показали спортсмены Иркутской области на всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою. Сам турнир состоялся в Московской области, в нем приняли участие 750 сильнейших атлетов из 37 регионов страны. А вот игроки Ермака поверили в успех раньше времени, за что и поплатились. В очередном матче высшей лиги команда из города нефтехимиков принимала на своем льду питерский клуб «Ска-Нева». С самого начала поединка ангарчане владели преимуществом и с легкостью конвертировали его в голы. За полчаса до финальной сирены хозяева вели 4-1. Однако именно за последние 30 минут гости смогли перевернуть ход поединка и совершить героический камбэк. 4-5 Ермак разбит на домашней арене. Данил Седов, новости по будням. По-настоящему уютным и домашним обещает быть новогодний эфир на телеканале НТС. Среди прочих фильмов и программ состоится показ киноленты «Иркутск с Новым годом», которую вы сможете увидеть только у нас. На экранах своих телевизоров зрители увидят фильм-концерт про судьбу и развитие Иркутска и, конечно же, про людей, живущих в столице Восточной Сибири. Лента была создана администрацией областного центра. Только на съемочный процесс потребовалось 3 недели. Помимо поздравлений официальных лиц, атмосферу праздника для Иркутян будут создавать выдающиеся жители Прибайкалия. А в перерывах зрители смогут увидеть неожиданные скетчи с участием простых горожан. Кто-то будет украшать елку, накрывать на стол, поздравлять родственников по скайпу и запускать салюты. Впечатления от съемок фильма у всех участников остались исключительно положительные. Приезжаю как-то я на съемку нашего муниципального оркестра МАУ «Праздник» в филармонии. Мы договорились, все, по времени приезжаю. Ребята сидят какие-то унылые. Я говорю, слушайте, ребят, настроение поддайте, потому что это Новый год. Понятно, что они сосредоточены в нотах. Я говорю, ну поиграйте как-то там лицом, поиграйте. Сделайте там эмоции побольше. И хорошо потом прошли съемки, мне понравилось. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова